Когда возникают какие-то проблемы с ногами, а какая жалоба-то? Если у вас нет варикоза-то у всех, ноги начинают болеть. А почему они начинают болеть? Даже если у вас нету сахарного диабета второго типа. А просто гипертоническая болезнь и гипотония. Почему? Потому что микроциркуляцию уходит. А что она там питает-то, микроциркуляция-то? Помимо мышц и костей. Ну, кости-то вообще могут несколько часов жить без кровотока. Вот. Что она там питает-то самое главное? Сосуды. Нервы. И вот тогда развивается полинейропатия. И вам ничего не поможет, потому что ваш нерв оголяется от мейлиновой оболочки. Это то же самое наступает у диабетиков, которые живут на низких сахарах. Это там 70 лет. У них сахар норма там 5, им говорят. А вы знаете, что в ноге сахар 2,5? Вот. Так что очень много надо знать. И про себя самое главное. Поэтому, если вам 50 лет уже, или 60 лет, вы должны держать... Вот эти показатели, вы должны знать, это считается показателем здоровья. Можно другого больше ничего не смотреть. Понимаете, уже все сказано. Если у вас гипертония 20 лет, то это уже очень большой привет всем капиллярам. Вот. И, соответственно, нарушается питание нервов. Ну, и всех окружающих тканей. И чем это заканчивается? Или язвами, или гангренами. Потому что нет питания, нет оттока, не уходит все, что там накопилось за долгие годы. Понимаете, вот это как бы я вам хотела сказать. И поэтому у нас есть церебром нулевой. Это универсальнейший продукт. Просто это волшебнейший продукт, который вот, ну, я не знаю, нам просто Господь послал нашей компании. Ну, салютом нейры, это понятно все. Но церебром, церебром, это продукт, который восстанавливает миелиновые оболочки, который после 40 лет синтез миелина в организме начинает сокращаться. Что такое старость? Это уход активно работающих гормонов. Так вот, наш церебром, как он действует, я вам на его примере объясню, как действуют вообще все наши препараты. И органно-специфические, и энергоинформ... Они все у нас, они у нас все. Вот органно-специфические препараты, препараты, они тоже энергоинформационные, только в своем поле. Значит, как все, и, ну, уж про энергоинформационные, чистые там салютом, это все понятно. Они действуют по одному принципу, потому что для того, чтобы что-то подействовало на наш организм, в этом организме или в нашем препарате должно быть одно и то же. Понимаете? Если клетка не определяет, что это свое, и это не опасно для нее, и для вас, соответственно, ничего не произойдет. Вообще ничего не произойдет. Просто, ну, как бы, выйдет эта вода, и все. Поэтому в церебру находится матрица миелиновой оболочки. Матрица. И когда вы начинаете пшикать его, почему мы говорим, пшикайте на слизистую, никакие, воду, ничего не добавляйте, препараты все готовы, хватит там вот этой самодеятельности не заниматься. Вот, значит, пшикайте в ту же секунду через энергоинформационную систему, это все попадает сюда, идет через электромагнитное поле нашего организма, а электромагнитное поле у нас в организме образуют сами клетки, потому что у нас в сосудах, это я вам просто напоминаю, чтобы вы не удивлялись, и течет наша кровь. Эритроциты содержат железо. Если есть ток крови, образуется железо. Если есть ток, кровоток наш, что образуется, что электричество, ну очень маленькие дозы, а вокруг электроэлектрического поля образуется электромагнитное поле. Поэтому электромагнитное поле в ту же секунду всем клеткам передает эту информацию о церебруме. Всем 200 триллионам клеткам вашего организма передается информация о церебруме. Что клетка делает? Клетка синтезирует нейропептид, нейропептид, церебру, то есть мелиновый, гормоноподобное вещество, каждая клетка. И тут же отвечает иммунная система. Поэтому люди после инсультов, ишемических, геморрагических, после травм, дети, состава неразвития и так далее, и так далее, и так далее, люди, которые не хотят иметь энцефалопатию с деменцией, и спрашивать, кто ты, должны сохранять миелиновые оболочки. Так они у вас будут восстанавливаться не только здесь. По миелиновым оболочкам идет электронный импульс. И запрос центральной нервной системы доходит с помощью миелиновых оболочек до ваших всех клеток. Мозг формирует работу любого органа и ткани в нашем организме. Любого. Вот, понимаете, это самое главное. Вот церебром, это удивительно, это просто, ну, я не могу вам передать, что это. Это просто, вот, это просто вся ваша жизнь. Чтобы у вас не болели руки, чтобы у вас не болели ноги, чтобы у вас правильно кровообращение было, правильное, чтобы правильно доходил импульс, чтобы мозг мог контролировать и посылать туда те клетки. Значит, и чтобы мозг мог посылать все сигналы и чтобы клетки отвечали, да, спасибо, нам сюда сейчас пришла кровь, мы сейчас с воспалением разбираемся. Вот, как работает система, отсюда идет импульс, от клетки возвращают через вегетативную нервную систему запрос обратно домой. Опять мозг все обрабатывает, но это происходит, я вам говорила, за секунду обрабатывается 500 тысяч страниц вашего организма. Вот такая вот у нас в организме идет работа, и поэтому ничем нельзя это восполнить, вот такую вот, такую работу, кроме как принимая вот эти, этот энергоинформационный продукт Цереврум, в котором заложена матрица милиновой оболочки, такой же, как у вас, мы наказали, что вода меняет кластеры, и эти кластеры идут, и кластеры все это делают, они приходят там, туда-сюда, в разные части, и помогают мозгу опять запустить процесс регенерации милиновых оболочек всего вашего организма. Когда вы пшикаете себе Цереврум-1, у вас то же самое, в черной субстанции мозга, вы не даете, во-первых, уходить с синтеза допамина, и чем раньше вы начинаете пшикать себе допамин, тем раньше вы начинаете проводить профилактику паркинсонизма и других поражений головного мозга. Потому что не только допамин нужен для того, чтобы не было паркинсонизма, он очень много функций, вообще все нейропептиды несут огромную функцию в нашем организме. Мы еще до конца сами ничего не знаем, но, в общем-то, знаем, что это очень большое, вообще все, что делает вот эти вот вещи в гипофизе, которые находятся, вот особенно допамин, мелатонин, это наш, мелатонин, это наши ритмы, и все почему-то думают, что он вырабатывается только ночью, но нет, 30% мелатонина вырабатывается ночью, 70% вырабатывается, когда мы с вами едим, потому что у нас эндокринная система представлена в желудочно-кишечном тракте клетками, это у нас в эндокринологии называется МЕН-1 и МЕН-2, но это вот расположение этих клеток и это эндокринные органы тоже, и во время пищеварения мелатонин вырабатывается, он лучший антиоксидант и лучший противоопухолевый препарат, его захватывают очень много клеток, он у нас, кстати, мелатонин на сетчатке тоже вырабатывается, вот, и в других еще органах, вот, поэтому, когда мы с вами пшикаем опять же церебром-1, наши клетки опять его синтезируют, у вас допамин везде находится, должны это понимать, не только в голове, в черной субстанции, то же самое мелатонин, вы пшикаете, неважно, там, утром, днем, вечером, все равно у вас в течение дня он тоже вырабатывался, ну, и самое главное, чтобы клетки не уходили, которые синтезируют эти гормоны в гипофизе, вот это самое главное, потому что каждые 10 лет, после 25 лет, когда начинается старение организма, после 25 лет, каждые 10 лет начинает уходить несколько процентов активность гормонов, вот это вы ничем не можете понимаете, ни таблетки номер 5, ни пищи, да что бы вы там не делали, на синтез ничего не влияет это, там идут свои дела, вот, и поэтому повлиять нельзя, можно только дать энергию, информацию этим клеткам, что все хорошо, вот здесь вот на периферии все прекрасно, работаем, мы не стареем, все прекрасно, у нас все хватает, все есть, и мозг успокаивается, ну ладно, посмотрим еще, как они себя будут вести, вот, ну, цель в рум-3 это гормон роста, все то же самое, вы пшикаете его себе в нос, это лучший гормон, вообще считается гормон роста, это гормон, который дифференцирует, то есть не дает образовываться злокачественным клеткам в нашем организме, благодаря ему мы растем, растут все наши органы и ткани растут, и так далее, и так далее, но только до 25, лет, вот, к сожалению, если бы мы с вами могли бы хотя бы на один микрон в год расти, то мы бы с вами не старели, потому что доказано, что люди долго, ну вообще, программа закрыта у нас это, но вообще есть животные у нас, которые не стареют, они растут всю жизнь и размножаются в 150 лет лучше, чем 25, вот, поэтому гормон роста он очень важен и мы его пшикаем и то же самое сразу все клетки синтезируют гормоноподобное вещество нейропептид и тут же отвечает ваша иммунка, потому что гормон роста это мышечная масса, гормон роста это костная масса, гормон роста это уменьшение жировой массы, не наращивание у нее наша энергия, хорошее настроение и т.д. и т.п. и т.б. вот, это гормон роста ну и конечно хит, хит, который у нас тоже появился это целебром 4 это паутинная мягкая мозговая оболочка который вот я рассказывала тоже презентацию мне кажется в тот раз когда мы общались тоже вот по этой школе тоже советская вела вот я рассказывала что такое на сегодняшний день современное понятие поражения головного мозга что происходит когда у человека гипотония что происходит когда у человека гипертония норма должно быть 120 до 140 и нижнее 60 до 60 до ну 60 там 60-70 ну до до 85 вот так вот не обязательно 120 вот если у вас давление знаете у каждого свой пульс у каждого мы вообще все разные нас в одну решетку ставить не надо вот все эмоционально по своему но давление нужно держать почему оказалось что при гипертонической болезни не страдают особенно крупные сосуды а страдают сосуды которые занимаются обеспечением питания нейрона нейрон он избалованный ребенок вот нейрончик а вокруг него находится 1500 оболочек в том числе и миллионовые они самые большие оболочки и вот он сидит в этом детском саду всю жизнь нейрон и напротив такой же сидит нейрон тоже почему потому что я вам говорила что центральная нервная система полностью не зависит от иммунной системы вообще иммунки нет у нас там потому что вот эти вот оболочки которые окружают нейрон ликварные они ему и иммунная система эндокринная система и еще они ультрафильтрацию крови делают чтобы ничего лишнего что не нужно не попало туда вот понимаете и вот от каждого нейрона отходят иногда тысячи иногда миллионы аксонов вот аксоны это и есть нейральная сеть нашего мозга и вот как раз вот эта сеть самая главная ну скажем так наши все когнитивные функции то есть это ваш интеллект это ваши знания навыки все что мы учим всю жизнь находится в лобных и височных долях и вот когда у человека давление высокое или низкое очень давление у него особенно при высоком давлении идет расслонение как бы белого вещества вот этих долей которых я вам сказала лобных и височных и человек начинает терять свои когнитивные способности вот так формируется заболевание мозга на сегодняшний день что делает четверка четверка улучшает микроциркуляцию паутинной оболочки мозга которая лежит на мягкой мозговой и улучшает ликварный отток то есть вот это микроциркуляцию до которой дотянуться практически нельзя делает четверка пятерка это вегетативная нервная система которая у нас и когда вы все четверку пшикаете тоже чем раньше тем лучше была бы возможность я бы ее там с 30 лет себе бы пшикала но не было такой возможности вот ну я думаю что многие заметили что у многих очень люди говорят что проходит негрение проходят головные боли вот сейчас вот у нас в Москве просто туман блин минус 6 вот я ехала было солнце сейчас у нас снег идет вот ну я как бы с утра это приняла все цели и сижу спокойно с вами общаюсь никакой головной боли у меня нет поэтому церебром 4 это просто подарок судьбы просто подарок судьбы он не только нормализует значит микроциркуляцию крови в нашем головном мозге ну еще и отток ликварной жидкости потому что ликварная жидкость даже у врачей спрашиваешь как образуется ликварная жидкость у нас ну все вы наверное знаете что у вас в головном мозге есть желудочки головного мозга вот расширение повышение внутричерепного давления это вот про них говорят на самом деле в этих желудочках мозга вы знаете вот у всего человечества органы одинаковые ну так вот если разобраться а мозг у всех разный и вот вот эти в этих желудочках у каждого у нас находится сосудистое образование в правом и в левом желудочке и вот эти сосудистое образование для мозга перекачивают фильтруют всю кровь за 7-12 часов в день ну все зависит от того как вы там двигаетесь и так далее физическая нагрузка и так далее и образует ликвар который омывает спиной мозг питает его там все питательные вещества микроэлементы а для ликвар значит вот эта жидкость она несет микроэлементы калий кальций магний для формирования импульса вот почему нельзя блин это как его много пить воды пейте воду по 100 литров блин доживете до самой смерти а почки концентрируют микроэлементы калий кальций для того чтобы они прошли через ваш мозг и значит был сформирован сигнал импульс понимаете все упиваются этой водой не знаю зачем но упиваются вот простой там фильтрованный ну и что на все равно простая вода если вы ее не оживили нашим реликтумом и не пьете салютом нашу вы электрон отдаете этой воде из-под вашего все равно фильтра там все равно электронов нету поэтому надо чтобы на столе стояла хорошая соль морская иодированная соль морская иодированная соль розовая соль вы когда готовите ничего не солите не надо есть колбасу не надо есть там у кого гипертония сыр там все понятно это уже все это знают послушайте мои презентации все будет ясно но соль то нужна а вы хлыщите эту воду но если вы ее пьете вы хоть немножко щепоточку туда розовой соли бросьте чтобы у вас натрий не вымывался все и вообще у кого низкое давление они просто должны все солить потому что соль будет задерживать что жидкость в сосудах а у кого гипертония наоборот не солить вот чтобы не задерживать свою воду в организме у вас там ее и так полно вот понимаете как все сложно устроено а пятерочку мы пьем она тоже восстанавливает работу самой тоже главной вегетативной нервной системы там узлы идут просто вдоль всей начиная от шейного отдела позвоночника заканчивая копчика и такие узлы вегетативные находятся во всех внутренних органах и они собирают как разведчики всю информацию о вас что вы там делаете вообще и мозгу передают но если у человека стресс или еще что-то и организм перенапрягается и вегетативные чувствуют что не нужно передавать столько информации в мозг иначе просто взорвется там вот то происходит блокада этих углов и у человека развиваются вегетативные расстройства вот это целая такая книжка про вегетативную нервную систему вот я вам вкратце так сказала поэтому пятерочка а как понять есть у вас вегетативные расстройства или нет но все гипотоники это все вегетатики вот значит и вегетативная нервная система отсекает поток информационно энергетический от головного мозга чтобы он не взорвался и когда вы здоровы и у вас нет отклонения от вегетативных вегетативных расстройств то вы закрываете глаза как сейчас я и не слышите как работает ни один ваш орган но если у вас где-то что-то журчит кишечники или еще что-нибудь вот ну конечно не несколько секунд то знайте что это вот пятерочку надо церебром и успокойничка какого-нибудь и все постепенно пройдет так и самое главное это профилактика полинэропатии наши препараты особенно церебром и вот этих всех заболеваний органических мозгов возрастных обслуживающих